я вас приветствую дорогие друзья Бунасяра с темас приятен подождем пока подключится все наши друзья которые находятся онлайн приветствуется перепосты для того чтобы охватить территорию как можно больше так вижу Бостон, Тишинева, Бельца так Салтерния, Штутгарт, Яреш, Белц мечтаю купить подставку некогда Санчерей, Германия, Мальта где нахожусь, нахожусь в Москве ну что, хотел поделиться с вами определенными событиями которые происходят в Молдавии, которые происходят в моей жизни значит, а моя жизнь это вы без вас она точно ничего не стоит значит какая ситуация все занимаются сбором подписей кто-то их собрал кто-то уже ездит проводит встречи с избирателями хотя немножко это неправильно встречи с избирателями с момента как кандидаты зарегистрированы я насколько понял компания для всех начинается 30 сентября Мариан Ильич Лупу ездит по всей стране в большом красивом автобусе сегодня видел автобус Андрей Анастас по крайней мере смотрится красивее точно чем автобус Лупу я, если честно, если бы мог я просто как железнодорожник есть у друзей частный вагон который там на котором которым я пользовался какое-то количество раз я бы поехал на вагоне но к сожалению не смогу попасть во все населенные пункты понимаете плюс плохих сейчас начну стрелки переводить не в ту сторону точно заеду в какой-нибудь завод вот но компания компания видела разные комментарии связанные с тем что я сказал что буду очень рад если Трамп победит на выборах президента в Соединенных Штатах Америки потому что к нему можно относиться по-разному но он развалит все то что было построено предыдущими руководителями которые поддерживают бандитские режимы в той или иной стране я свою позицию на эту тему высказывал поэтому все таки лучше прикольный Трамп чем розовая Клинтон тут как бы что было всем понятно значит вижу тут пишут кто голосовал за единую Россию в Москве я тоже голосовал как гражданин Российской Федерации хочу поздравить кстати еще раз знаю что у нас очень много большая аудитория в Москве в Российской Федерации хочу поздравить с результатами партию Единая Россия ЛДПР КПРФ значит партии показали достойный результат больше всего мне нравится что Владимир Вольфович непотопляемый его не предает электорат а он не предает их значит встречались на днях обсуждали будем подписывать договоры межпартийном о межпартийном сотрудничестве значит что случилось с нашими судьями ну вы знаете да начали сажать судьи только проблема в том что посадить нужно 90% я так понял они посадили тех ну там я читал кое-что слышал сегодня что читали тех кто работал с Платоном последние годы тех кто выполняет заказы плохотника кто сажал в тюрьму Корнело Морару Николая Цеповича Петренко и многих других значит тех поверьте не закрывает не знаю какой у меня судья будет значит это я тут получил повестку сегодня это будет самое прикольное смешное и бестолковое уголовное дело из тех которые у меня были в жизни я с Шереметом Игорем говорил для тех кто не знает он был у нас адвокатом сейчас он вице-марбельц значит получил повестку а я сейчас ее в комментарии скину пусть народ читает в общем ситуация какая там на прошлой неделе делали какую-то выемку документов Бельской мэрии и в рамках уголовного дела связанные с моими командировками в Москву в январе феврале шестнадцатого года так по крайней мере сказал Игорь Ильич и значит им не нравятся подписи на распоряжение примара о командировке и возбуждено дело о том что подписи не соответствуют действительности как-то так вы знаете что было понятно объясню по-простому значит да они меня приглашают двадцать седьмого сентября значит следователь приглашает к себе будут принимать решение значит значит меня ознакомят с материалами я так понимаю значит я уже в этом деле обвиняемый хочу вам сказать обвиняюсь я в том как шеремет говорит я в шоке до сих пор не могу понять это как такое вообще может быть в любой то есть кемера я обвиняюсь в том что я подделал свою подпись вы понимаете о чем идет речь то есть ладно когда например кто-то поделать чуток подпись я как бы понимаю ну во первых если мою подпись кто-то и подделал то должен быть должен быть ну кто-то наказан если ее кто-то подделал но мне меня когда я прочитал что я обвиняемый по этому делу как как может человек поделать сам свою подпись вы понимаете это бред не подпись соседа а так я с вами говорю тут читаю комментарии тут ренат это смахивает на планерку начальника с подчиненными конкретно о чем говорим кому не нравится отключать у меня это одна из немногих возможностей когда я могу говорить с тысячами людей поэтому вот указывать мне точно не надо значит а сегодня сейчас я публикую в комментариях сейчас я хочу публиковать эту повестку все страна что видео они не это я публикую в конце вот значит тут пишут ноги добавьте громкость я просто простывший на больничном не особо могу кричать извините значит вот такая ситуация поэтому новое уголовное дело которое у меня это за то что я поделал свою подпись меня будут в этом обвинять просто кино и немцы по-другому не назовешь значит вижу астаси на месте дебилоиды кто-то пишет комментарии хороший значит значит мне скидывают ролики продолжается телеканала плохотнюка обвинять меня цепляет ко мне какую-то кулебабу избельцев который был сторонником активист мой друг с которыми я встречался в москве как они говорят ребят просто чтобы было понятно этого человека никогда не видел никогда с ним не разговаривал а то как делает плохотнюк они уже пошли знаете по какому варианту они смотрят какие преступления гражданами молдовы были совершены за последние 24 часа за рубежом и значит это люди усатые понимаете ну просто идиоты они не показывают я же говорил об этом по-моему в интерполе у натальи мораль что ситуация немножко в другом плохотнюк с этим кулебаба избельц который сидит за кражу из банкомата в тайване уводит удар от себя потому что кулебаба человек тимотина тимотик главный обнальщик в республике молдова который работает под крышей плохотняка все это знают арендовали офис в молдавском посольстве на кузнецком мосту для того чтобы не пришли внезапно с обысками не нашли сервера там какие-то документы и так далее понимаете то есть центр обнала находился прямо на территории посольства и сегодня когда плохотнюк цепляет и ко мне завтра двое граждан молдовы не дай бог попадут в дтп или ограбят какой-то дом что все преступления совершенные гражданам молдовы будут цеплять на меня это из той же рубрики как с историей с николаем хачко что я читал вот негодяя андреевского на сайте написано что граждане израиля встречались с усатами обсуждали как выращивать наркотики просто больные люди во первых я никогда с этими людьми не встречался да на самом деле они вместе с хачко с хачко телефоны николаем дал они звонили год полтора назад что вот мы в молдавии хотим брать гектары земли для того чтобы выращивать определенные растения которые будут использоваться за рубежом в медицинских целях законодательство молдовы это позволяет ребят я не слышал про такое в молдавском законодательстве но если все это по закону можно и это принесет принесут паяться деньги в местные бюджеты в селах и это будет давать там сотни там миллионный лес гектара и это будет официальный легальный бизнес в чем проблема даже про это я говорил телеканалы плохотнюка вырезали и начали по всем телеканалам крутить усатый поддерживает то что в стране должны выращивать наркотики и так далее граждан израиля они отпустили которые показывали по всех телеканалам сейчас ведители организатором они решили сделать хачко ну просто не стыдно подонкам понимаете вот так что не было где я работаю что-то пропустил вопрос вот значит ну послушайте сейчас могут выйти еще много небылиц значит сейчас выяснится что один лидер оппозиции кушал детей на завтрак второй ужинал пенсионерами и так далее поэтому все понятно так спортсмены чечни попали на публику со мной под криминальную группировку кто-то пишет боятся конечно боятся ребят вы посмотрите кого калечат больше всего мы это не раз обсуждали вы прекрасно понимаете почему у нас сняли с выборов в четырнадцатом году боялись почему плохотнюк устроил шурюмур с возрастом потому что то что говорит наш кандидат Дмитрий Алексеевич Чубашенко в первом указе о распуске парламента плохотнюк знает что я бы его подписывал а через минуту уже бы перекрыл границы значит дал бы команду армии перейти на сторону народа закрыл бы границ и даже никуда бы они не успели деться понимаете если бы вот некоторые люди они сидят думают да усатый сможет побороть режим или не сможет ребят вот некоторые из вас сомневаются сможем мы или нет вот у плохотнюка сомнений нет вот кто верит на сто процентов в мои предвыборные обещания так это филат и плохотнюк поэтому они нас уничтожали делают все для того чтобы чтобы нас остановить чтобы уничтожить не получится у владика ни с деньгами ни без денег ни угрозами ни шантажом остановить то что мы с вами делаем а мы обязаны освободить страну иначе она в течение нескольких лет просто перестанет она перестанет существовать как государство вот поэтому что будем двигаться вперед значит пусть назвать как угодно жесткими наглыми радикальными как угодно неважно не потерять ту народную любовь которую я вижу ощущаю я в москве в больнице встречаю граждан молдова которые здесь работают они подходят на рынках в магазинах я вижу что что делают люди как они реагируют как они себя ведут а поверьте это дорогое стоит да когда я могу в Бельце возле фонтана кормить голубей когда 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 я общаюсь с вами на улице когда я хожу с молодежью в клубы в караоке когда я прихожу в деревню родной поселок да я не стесняюсь смотреть людям в глаза когда есть мои родители которые вложили в меня все да и сегодня да разговаривал с некоторыми нашими выходцами из Молдовы сегодня серьезные бизнесмены они сюда переехали лет 25-30 назад еще при там при Советском Союзе ребятам надо возвращать какие-то долги нашим корням к сожалению нет у них этого желания ну так что-то подскажем но не хотим возвращаться как бы как бы ну нас давно там нет и так далее значит прошу вас всех ребят там некоторые мне пишут что Дмитрий Алексеевич не подготовлен как оратор что Дмитрий Алексеевич не готов как политик ребят вот поэтому он и наш кандидат в президенты понимаете именно из-за того что на нем нет таких трех масок как на некоторых да он честный порядочный человек который не предаст не продастся Дмитрий Алексеевич будет президентом я рядом первым замом и хорошим начальником гестапо для негодяя понимаете поэтому фактически я же говорил ребят вы не относитесь так потому что Чубашенко это я я это Чубашенко чтобы было всем понятно пожалуйста звоните своему родственникам те особенно которые находятся за границей у вас дома родители кумнаты сестры соседи ребят включитесь я буду вам очень признателен ребят но нет у нас нет нет у нас нет у нас другого 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 шанса понимаете значит я отвечаю головой за этого человека и вместе мы просто разорвем этот порочный круг и развалим все эту куматрию чекаресав в настроенотате да контактаться родили фатчетсву напел обвечень в штицком чинева патти садуков доу вот чинева чинч чинева чиншпе алчина патти садук шо суто паста идея порсимплунувайся страде трагедии династа кятак Чубашенко да мобинину штуковая ну шти пентруминь есть вам портанки есть вам фарти корект синчер чинстит есть унику ом карио рефузат ордену републичи в истории нишу нону рефузата нацелезис ну и татанщик кондитиму действие локу ешьте ну и а вимне уводнему пришеденте каресну приндемно аптес лктм пила 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 нобел кому ж орще персуан карио рптя сдиви преминистру пришеденте вадат самая казавейку миллионили да ва счинсиньсер ка астаза амубу позиции форти кларя цели и пилмонисипиу болтси и алиса астаза ам ну трагиу очень тяжело может кто-то думает когда слышу про байки про какие-то финансирования с Платоном меня связывают хотя Плаходнюк должен сидеть рядом с Платоном и с остальными ребята, очень тяжелая ситуация но поверьте, очень тяжело завтра храм, пятичелок ну как не поддержать ребята, кандидаты, мэры от нашей партии каждое село завтра получит по 100 тысяч лей город Рыжканы 200 тысяч лей будет небольшой концерт организован, но очень красивый я посмотрел последний раз, когда был Дроки людям очень понравилось вроде смотришь худо-бедно но завтрашний день будет реально получается порядка миллиона лень я извиняюсь перед теми которые обращаются за помощью ребят, ну не могу я прооперировать всю страну к сожалению не могу накормить всех бездомных и когда кто-то меня осуждает что там вот разбирались сейчас с собачьим приютом встречался с общественными организациями с которыми мы параллельно делаем участок там тротуар ремонтируешь там у кого-то срочная ситуация ребенок может остаться слепым все, пауза 4 дня плитку не кладем потому что не могу это оплатить я буду стараться сколько смогу очень надеюсь, что правильно будет понимать и мне важно, чтобы понимали простые люди а подонки эти их телеканалы да, неприятно когда каких-то преступников непонятных вообще людей которые у меня никогда не видел все время сидят мне там цепляют обвиняют в какой-то связи этот, который задержит Тайланде он меня назвал Ренатик завтра что мне зайти в какую-нибудь тюрьму Подмосковья взять какого-то педофила и чтобы он сказал на камеру что Владик мой друг который мне детей пострелял ну, просто конченый уродок понимаете мы так не занимайся мы их вот Ренат если будет Дадон и Санду во втором туре когда будет второй тур тогда поговорим там было несколько реплик Игоря Николаевича таких с намеками про те, кто ночью говорит про те, кто выступает что чуть ли не рядом с Филатом окажусь все мы боремся сегодня за победу мы боремся за то что был кандидат нашим во втором туре у меня вопрос почему мой личный рейтинг когда делались опросы тогда, когда плохиш устроил Шур и Мор из возрастом значит, почему вопросов было более 30% некоторых за 40% более 40% усатый набирал в первом туре как кандидат президента а сегодня из-за того, что я не участвую вы, получается, не хотите голосовать за нашего кандидата ребята, это неправильная ситуация если вы поддерживали меня поддержите Дмитрия Алексеевича это неправильное отношение понятно, что с усатом было бы веселее ребята, еще раз говорю буду первый зам буду каждый день выходить с обращением к народу с Дмитрием Алексеевичем просто будем мочить мочить, мочить круглосутно понимаете Дмитрий Алексеевич будет заниматься работой с документами общаться с зарубежными послами у Дмитрия Алексеевича будет очень много работы а все, что связано на товарищем царо-пупорвы отнять у всех этих негодяев дома, здания земли вылавливать их за границу забирать забирать деньги значит и так далее буду заниматься вот Альберт пишет прикольно во втором туре наша партия поддержит Чубашенко очень сильно спасибо прям звучит конечно очень круто да, во втором туре мы будем поддерживать Дмитрия Алексеевича Чубашенко очень достойный ответ вот тут пишет елой бандиту три восклицательных мои пацаны это отсвала публика публика лу-плохотнюк дакса покажет дюн-превод 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 бисерика а пацфак и дентранс неофашист антреизоленц а лезь остая ситуация ладно, ребят тогда поздравьте меня еще раз с очередным уголовным делом за то что я сам подделал свою подпись для тех кто не был в прямом эфире с самого начала ну просто идиотип делайте пожалуйста репосты пача-зваров в репосты в рамках миссаж или демпартия мясо джунгл ла-максиум ла-тос че-то тенге република молдова и веселее ребят поверьте никогда каждый день нужно хотя бы на несколько цыпочек двигаться вперед никогда нельзя останавливаться если ты останавливаешься ты умираешь это был всегда мой жизненный дивиз даже самые тяжелые годы когда я сюда переехал когда начинал бизнес кстати там какие-то этот наш не хочу его назвать фамилию значит есть у нас в Бельцах один гусганчик Плохотнюковский пишет статьи про бизнес идиот просто рейдерские захваты в России он просто дебил понимаете компания которая с нуля была создана там уже группа компаний одна занималась только резиной да с резиной ситуация какие билборды мы где отстаиваем в судах пусть вникнут в свое дело идиоты потом пишут просто больные мы признаны лучшими налогоплательщиками в Мещерском районе в Нижнем Новгороде получили за это грамоту губернатора еще когда мной не пахло даже в политике там 11 или 12 год понимаете вот тут пишут про проблемы с запретом ребята буду встречаться с новым руководителем я уже объяснял ФМС расформировано сегодня эти функции перешли к Министерству внутренних дел я очень надеюсь что как раз пока на больничном если сразу как поступит звонок что есть возможность встретиться с новым руководством обсудить поверьте я это не забыл значит документы те которые передали они находятся в надежном месте никто ничего не потерял я обязательно как выйду как мне скажут вперед по процедуре пожалуйста начинаем двигаться я точно это не буду задерживать ни на один день да значит ребят тут домой вы знаете в Молдаве сегодня болеть опасно в Молдаве сегодня болеть опасно уже приведу приведу себя в порядок плюс жду там есть приглашение сейчас просто нужно вернуться домой потому что компания начинается обязательно я буду с Дмитрием Алексеевичем во всех городах страны мы обязательно обязательно со всеми вами встретимся потому что приглашений очень много есть приглашение получил от мэра города Лима столица Перу значит Дака столица Бангладеша значит сегодня обсуждалось подписание договоров о сотрудничестве с другими крупными городами СНГ пока говорить не буду двигаться насколько успеваю понимаю что очень тяжело Игорь Шеремет ему огромное спасибо за то что он делает потому что работы на самом деле очень много значит но будем двигаться вперед я буду выполнять свои обещания и поверьте что я вас никогда не брошу и не предам спасибо вам огромное во дворец куся рыбуна ши не видя вае беск